Привет, просветители! Может показаться, что спонсорами моего отсутствия веры в человечество Да, я и сам в некотором роде нигилист Являются современная система образования, новости и Катюша из ТикТока У здоровой женщины месячных нет. Здоровая женщина не должна истекать кровью Разблокировано воспоминание Но нет, ни один Кравцов и очередной психолог из интернета Не смогут напугать меня так, как реальная жизнь и ваши истории Когда у тебя появляется достаточно большая аудитория Твой лимит офигевания немного расширяется Я бы даже сказал сильно Потому что практически каждый день ты получаешь сообщения, в которых люди делятся какой-то жестью Школьники, студенты, педагоги, родители И почти каждое послание заканчивается вопросом Это нормально? Отвечаю всем и сразу Ненормально Если вы решили написать Павлу из Ютуба, что-то явно пошло не так И периодически именно ваши сообщения подсказывают мне идеи для следующих видео Так произошло и сегодня Сразу же предупреждаю, без двух литров санкционной газировки и шапочки из фольги Этот выпуск не одолеть Поэтому приготовьтесь, вас предупредили Книга на обзор, учебник для одного из следующих видео, какой-нибудь подкаст или журнал в дорогу Как-то все это не очень дешево получается Да и не особо удобно, если большую часть физически с собой носить Правда было бы здорово, если бы была возможность найти это все в одном месте и не потратить при этом состояние И такой сервис есть Строки Любимый роман Нужный учебник Интересная аудиокнига Всегда в твоем телефоне Так что читать и слушать можно в удобном для себя темпе и месте Удобство Это вообще о строках Я говорю не только о красивом и понятном интерфейсе Что для меня очень важно Но и о возможности выбрать подходящую именно для вас подписку Плюс всегда можно покупать книги поштучно В строках за одной интересной книгой всегда следует другая Бестселлеры, новинки, эксклюзивы И вот про эксклюзивы поподробнее Это те произведения, которые вы сможете найти только здесь А еще есть оригиналс Это книги и подкасты, выпускаемые издательством Строк Вы знаете, что я огромный фанат видеоигр вообще и Нинтендо в частности Поэтому я сразу заинтересовался книгой «Играя не по правилам» от экс-президента Нинтендо оф Америка Всегда интересно заглянуть за кулисы игровой индустрии А еще совсем недавно я посмотрел сериал «Велмания» Отличную историю про одержимость здоровым образом жизни А в строках доступна книга, которая и легла в основу шоу А мне всегда нравится сравнивать оригинал с экранизацией Не сомневаюсь, что и вы найдете что-нибудь для себя Например, мою книгу И, кстати, приятный бонус Все подкасты доступны бесплатно Скачивайте приложение по ссылке в описании И воспользуйтесь бесплатной подпиской по промокоду Остапов Наверное, каждый слышал заунывную песню бурлаков Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ мы глаза с хлоркой это не совет успокойтесь просто дружеская рекомендация нет автор не призывает мыть глаза с хлоркой например я в детстве практически ничего не читал всем приветики я учитель литературы не читал художественную литературу зато просто проглатывал книги про древний гипет археологию мифологию и динозавров трицератопс навсегда в сердечке и мама всячески поддерживала мой интерес к чтению научной литературы водила меня в музеи на выставки всякие покупала соответствующие игрушки я же ученым стану не стал и надеюсь так поступают многие родители не просто пытаются впихнуть книгу ради книги это классика все должны прочитать а внимательно изучают интересы ребенка и за счет этого пытаются привить любовь к чтению вот приблизительно так и рассуждала моя подписчица когда решила купить своей дочери занимательную медицину светланы лавровой девочка хотела стать врачом как вы понимаете после прочтения этой книги уже нет трешанина начинается практически самого начала когда открываешь главу о происхождении человека это кстати не совсем та тема которую ожидаешь найти в книге о медицине но сейчас вы убедитесь что важна не тема а что по этой теме говорит автор иногда лучше просто молчать сначала светлана рассказывает нам что многие народы верили в леших и русалок да да занимательная медицина лешие русалки потом пара абзацев о божественном происхождении человека потом установится понятно что автор явно не поддерживает эту теорию затем целый абзац про эволюцию и несколько про проблемы связанные с эволюцией и вот дальше начинается веселье этих почему накопилась такая уйма что из них возникла теория водного происхождения человека приехали водное происхождение человека у нас стране сторонником этой теории является профессиональный археолог и историк виктор тэн одну из его книг из пены морской инверсионная теория антропогенеза я сейчас и буду слегка очень коротко и упрощенно пересказывать чтобы показать могли быть и другие варианты развития человека только у меня возникает вопрос почему своеобразным экспертом в книге по медицине выступает профессиональный историк и археолог у нас еще юрий лоза есть плоскоземельщик и певец ртом давайте его авторитетное мнение в детскую книжку добавим как ни странно теория водного происхождения человека связано с медициной как пуговица с петлей с альтернативной возможно теперь я кстати понимаю почему книга называется занимательная медицина и так дело происходит предположительно берегу нынешнего средиземного моря который еще не море часть океана там сейчас то бишь 60 65 миллионов лет назад теплее и влажнее чем где бы то ни было на земле еще нет моря дельфинов и китов зато на суше есть ископаемые лемуры долгопяты очень милые зверюшки с пятилапой ручкой почти как у нас они унаследовали его предков динозавров но это совсем давние дела окей лемуры динозавры дельфины к чему вы клоните женщина море наступает первобытный океан покрывает все больше пространства и некоторые наземные млекопитающие приспосабливаются к полуводному существованию но вообще-то океан как раз таки отступать начал но ладно жили себе лемуры потом решили водички поплескаться теле муры что остались на земле через миллионы лет стали хвостатыми обезьянами а лемуров любители мелководья примерно 40 миллионов лет назад получились полуводные существа археоцеты к ним принадлежали три семейства сквалодонтиды дельфиниды и акродельфиды акродельфиды остались на побережье и начали обратный путь на землю хождение туда-сюда заняли у них около 14 миллионов лет ну куда торопиться кто такие акродельфиды официальная наука увы не знает прохождение этих товарищей туда-сюда как вы понимаете тоже это были странные существа вроде дельфинов но с почти круглой головой с ловкими передними конечностями и короткими мощными задними они хорошо плавали мы могли на берег вылезти и на дереве посидеть естественно какой шерсти у них не было и в помине зачем она в воде ноздри были направлены вниз имели колкообразную форму чтобы удобнее было плавать под водой поэтому и люди могут нырять вода им в нос не затекает а собаки кошки мартышки и прочие безнадежно сухопутные зверюшки не ныряют даже если любят плавать вот оно что оказывается окей а что с бобрами делать у которых и ноздри не такие и шерсть есть просто реальный пример с потолка ну раз естественно никакой шерсти и бобры это не единственный пример бобры просто добры павел такой юморист боже боже продолжайте звуки акрадельфида издавали на выдохе как водные животные жевали они в воде и мягкие губы хорошо запирали им рот чтобы вода туда не попала а сводчатая стопа получилось потому что акрадельфиды 14 миллионов лет вытягивали лаз нижней конечности во время плавания посмотрите на свою ногу в такой позе конечно свод кажется больше окей с волосами сложнее вроде бы в воде длинные косы тоже ни к чему но тен выдвинул предположение что волосы были важны минуты опасности когда с неба нападали крупные хищные птицы можно было присесть в воде и волосы маскировали акрадельфида под кустики водорослей акрадельфиды маскировались под кустики водорослей и поэтому у нас есть волосы на голове срочно в детскую книжку и так Акрадельфиты сделались пресапиенсами, нашими первопредками. Приобрели сознание, возможно слегка расстроенное, но способное к поумнению. И благополучно научились питаться ракушками на побережье. Жизнь была хорошая. И они радовались ей и размножались весьма активно. Ну, на ракушках-то естественно. Получилось, что этих пресапиенсов народилось так много, что часть из них была вынуждена уйти с побережья. Еды всем уже не хватало. С южного побережья ушли в Африку, с северного в Европу и Азию. И вот тогда у них начались настоящие неприятности. Неприятности должны были начаться у человека, допустившего это до печати. Человек и даже предчеловек может есть не только ракушки. Но когда миллионы лет питаешься морепродуктами, организм привыкает, что в него поступает много йода и других полезных веществ. А тут пресапиенсы ушли и стали есть что-то совсем другое. И без йода. Витамина Д им не хватало. Он есть жирной рыбе. А жирная морская рыба по лесам и горам не бегает. Витамин Д еще может вырабатываться в организме под действием солнца. Но солнечных лучей стало меньше. Особенно у европейцев, ледниковый период. И те, кто ушел первыми, стали медленно врождаться. Недостаток витамина Д приводит к разрастанию костной ткани. Вот откуда надбровные валики, толстые кости, уродливые черепа и костные гребни неандертальцев. Так вот оно в чем дело. Неандертальцы появились, потому что древним европейцам не хватало морепродуктов. И те бедняги, которых мы называем неандертальцами, постепенно из поколения в поколение глупели. Поэтому древние предки выглядят больше похожими на современных людей, чем молодые. И те страшненькие древние существа, которых мы уважали как наших прародителей, это, вероятно, предки человекообразных обезьян. Ушедшие от моря первыми, они постепенно утратили сознание и превратились в обезьян. Кстати, кисть обезьянной руки с параллельными пальцами стала такой потому, что так удобнее хвататься за ветки. А сначала она была обычная, человеческая, унаследованная у лемура-долгопята. Мать моя женщина, обезьяны – это поглупевшие люди. Я боюсь, я сейчас сам в обезьяну превращусь. Да, как тебе такое, наука? Те, кто ушел позже на пару-тройку миллионов лет, уже научились солить пищу. Соль тогда была не белым химически чистым порошком хлорида натрия, а темным минералом с самыми разными микроэлементами, в том числе и йодом. Эх, бедные неандертальцы, не догадались с собой соли захватить. Неандертальцы юга стали шимпанзеи-гориллами, а кем стали те, кто ушел на север? Они тоже медленно превращались в животных. Но на севере было холоднее и голоднее, процесс шел медленнее, и эволюции не хватало времени сформировать полноценную породу мохнатых северных обезьян. Остатки их, единичные экземпляры, и маленькие семьи разбились по северным лесам и дали пищу для сказаний разнообразных леших. Вот почему лешие европейских народов так похожи. Люди просто описывали одно и то же существо. Сейчас рассказывают о ете, сосквоче и прочих снежных людях. Это тоже они. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА ЕТИ БЛИН, ЛЕШИЕ! И дальше страница про снежного человека. Можно мы пропустим? Итак, с лешими более-менее понятно. Они действительно встречались в древних лесах и были добросовестно описаны нашими прапрапрапрадедами. То есть мы уже не пытаемся сделать вид, что просто пересказываем теорию какого-то левого ученого. Лешие действительно встречались. Вот тебе, Сереженька, книжечка. Ты же врачом хочешь стать? Лемуры-долгопяты, поглупевшие люди, снежный человек. Хм, а я готов работать в деревенской больнице. А как насчет водяных? В греческих, французских, кельтских, скандинавских, русских сказках водяные похожи как братья. И разнятся только наличием рыбьего хвоста вместо ног. Иногда он есть, иногда нет. Но не могли же люди сохранить память о жизни в мелких теплых лагунах, когда наши предки плюхались там, все без волос на теле и с длинными волосами на голове, чтобы притвориться водорослями, если мимо пролетит нечто вроде гигантского орла. Не могли, но сохранили. Или все-таки нет, и причина какая-то другая. Это вы у меня спрашиваете? Значит, ответить на поставленный в заголовке вопрос, кем нам приходятся лешие водяные с точки зрения эволюции, можно по этой теории так. Лешие нам двоюродные братья, а водяные нам пра-пра-пра, не знаю сколько раз, прадедушки. С точки зрения какой эволюции? Можно поинтересоваться? Я так подробно рассказала эту теорию не потому, что призываю всех верить, что мы произошли от полуводного существа, а не от сухопутной обезьяны. Вполне возможно, что она ошибочна. Просто мне кажется, что человеку надо знать. Могли быть и другие пути развития человечества, не только тот, который изложен в учебнике. Да, конечно. Ребенку просто жизненно необходимо знать все подробности именно этой псевдонаучной теории. Вот вам верующие, вот официальная наука, пять строчек тебе. Ну а теперь целая глава о лемурах-долгопятах. Конечно, вы не призываете ничему верить. Это как я снимаю ролик об очередной гениальной инициативе Министерства просвещения, а в конце добавляю. Но вообще-то я просто восхищаюсь Сергеем Кравцовым. Really? Когда подобные теории описываются во взрослой литературе, это все-таки одно. Подобным произведением человек приходит уже с неким бэкграундом. Подготовленным, скажем так. Но когда вся эта альтернативная история вываливается на ребенка, это уже другая история. Вот, кстати, отрывок из научной рецензии на ту книгу, о которой с таким придыханием говорит автор. Текст не имеет никакого отношения к науке, даже к философии. Нельзя быть невеждой в той области науки, в которой собираешься сказать новое слово. Нельзя извращать факты, высасывать их из пальца, то есть попросту говоря, лгать. Хмм, а давайте-ка рассмотрим теорию этого товарища поподробнее. Книжки для детей. И окей, нам уже объяснили. Это просто расширение кругозора. Вот вам бог, вот наука, а тут лемуры-долгопятые. Просто захотелось упомянуть на пяти страницах. Но и дальше в книге эта потрясающая теория появляется. По Тену люди возникли как вид в прибрежной зоне. Значит, окраска кожи должна соответствовать колориту береговых обрывов. В Европе, в Средиземноморье, много белых меловых берегов. На пляжах белая галька. Выгодно было иметь светлую кожу. В Юго-Восточной Азии, где развивалось большинство азиатских цивилизаций, желто-красные берега. А вот с Африкой не увязка. Там каких только берегов нет. По логике, африканцы должны быть такими разноцветными. Но существует теория, что африканцы перебрались на теперешнюю свою родину с полуострова Индостан. А вот там как раз черные береговые ландшафты вулканического происхождения. Что это за ересь? О чем вы? Как подобный бред попал в книжку для детей? Вот ж точно расширение кругозора. Расширился так, что аж страшно стало. По мнению Виктора Тена, шли древние народы из Индии в Африку. Да полюбились им чудесные кавказские земли. Автор неровно дышит к Виктору Тену. У нас у всех свои недостатки. Но вот это что за... Я не матерюсь в роликах. Теперь прививки от оспы не делают. Оспы нет. Человек не давал ей разгуляться. И вирусы в буквальном смысле померли от голода. Это хорошо? Да, конечно. Но поговаривают, что природа не прощает слишком грубого вмешательства в ее дела. Примерно в то время, когда исчезла оспа, начались заболевания спидом. Словно он выскочил на освободившееся место. Немного научной картины мира, детки. Не хотите ли? Спид выскочил на освободившееся место. Какой вывод должен сделать ребенок? Нет смысла бороться с болезнями? Ведь на смену одной все равно придет другая. Мне просто интересно, как это веселье с лемурами, желто-красными берегами и выскочившими болезнями допустили до печати в таком виде. Но самое главное, взрослые читатели остались в полном восторге. Я даже не представлял, как все было на самом деле. Почему в школе нам не рассказывают о настоящем происхождении человека? Наконец-то нашелся автор, не побоявшийся бросить вызов официальной науке. Уважаемые родители, пожалуйста, будьте внимательны, когда покупаете своему ребенку научную книжку. Наукообразный мусор все еще мусор и при этом весьма вредный. Я просто отлично могу представить, как после русалок и леших человек с легкостью пересаживается на русских и трусских и Питер античный город. Звучит-то хайпово и не так, как в учебнике. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Так оно наберет больше просмотров. Кроме того, не забывайте про мой телеграмм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать меня материально, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там вы найдете все ролики без рекламы. Они появляются быстрее именно там. Ну и кроме того, доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экране вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное вам спасибо. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.